Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня мы с вами посетим один из проектов, который открылся 21 числа этого месяца и этого года. А называется данный проект Wizard Roly Play, расположенный, естественно, на базе игры GTA V и находится на мультиигровой платформе Rage MP. Ну, а начнем-то мы, конечно же, с меню кастомизации персонажа. И я, наверное, должен предупредить, что видео будет достаточно коротким, потому как, заходя сюда, я не знал, что будет из себя представлять данный проект. Но вот побегав по нему, я прекрасно понимаю, что, в общем-то, в видео мне особо будет показать и нечего. Ну, а почему так, разберемся чуть позже. Ну, а вот таким вот образом здесь сделано меню кастомизации персонажа. Сразу же есть замечание по мелким надписям. Непонятно, почему-то выбором мужского и женского пола нарисована группа людей. Как понять, что из этого представляется в виде женщины, а что в виде мужчины, ну, непонятно. Ну, и цветовая гамма. Я бы сказал, наверное, это на любителя. Мне, например, подбор цветов абсолютно не нравится. Ну, это чисто вкусовщина. Каждому, как говорится, свое. Мне подобный набор цветов, желтый, черный и фиолетовый, абсолютно не нравится. Ну, а далее вот таким вот образом выполнено меню. Все сделано в виде вот такого вот, может быть, даже телефончика какого-то. Здесь ползунки и здесь же все кнопочки. Не могу сказать, что очень удобно или неудобно. В общем-то, достаточно обычное, я бы, наверное, так сказал. Увеличение персонажа или удаление персонажа выведено вниз под этот вот такой визуальный телефончик. Там есть еще три ползунка, которыми можно, в общем-то, персонажа двигать в разные стороны. Не могу сказать, что это хорошее решение, но и, в общем-то, и плохого об этом тоже сказать нечего. Кроме того, что вот, ну, мелковато написано, конечно, мелковато. Ну, а вот таким вот образом, в общем, можно персонажа своего каким-то образом либо настраивать, либо оставлять его в стоке. Уж смотрите сами. Местечко, в общем-то, стандартное. Быстренько, в общем, настраиваем своего персонажика и выходим в открытый мир. Ну, а выйдя в открытый мир, мы, естественно, появляемся в достаточно заезженном месте. Аэропорт, ну, я не могу сказать, что это плохое место для появления персонажа. В общем-то, достаточно антуражно это подбирается. Просто это на каждом проекте одинаково. Немножко надоедает одно и то же. Ну, в общем-то, вот такое вот. И, видимо, огромную надпись с какими-то пояснениями, видимо, что-то уже начинает напоминать RedAge сборку. Прямо на первых шагах. Ну, я на самом деле не уверен, что именно RedAge был взят за основу. Но, скорее всего, это так. Ну, увидим это все впоследствии. Дальше стоит бот, с которым мы взаимодействуем. Идет очень короткая текстовая информация, гласящая о том, что нам надо взять скутер в аренду. Хотя скутера нет. Но здесь есть две точки аренды. Можно взять машину, а можно взять скутер. Но не скутер, а мотоцикл. Как вы можете это заметить. Это одна из приятных фишек, которую ты встречаешь. Потому что вот эти вот скутера, которые на всех проектах, ну, на самом деле уже тоже поднадоели. Ну, а здесь это решили разнообразить вот таким вот образом. И дали в качестве арендованного транспорта мотоциклы. Точек аренды очень мало. Но здесь это не играет никакой роли. А почему это не играет роли, опять же таки, увидим по ходу этого обзора. Рядом стоит точка аренды автомобилей. Но я рисковать не стал. Я первые шаги делаю. Поэтому я не знаю, что чего стоит. Нужно ли права, не нужно ли права. В общем, я взял мотоцикл. И, как вы можете заметить, мы по заданию этого бота едем в мэрию. Мэрия выбрана в полустандартном месте, я бы так сказал. Вообще есть два варианта, да. Там 0-3 варианта мэрии. Основные точки, где они расположены. Вот мэрия выглядит вот таким вот образом. Находится вот в этом месте. Неоднократно я уже видел подобное здание с подобным интерьером. Поэтому тоже особо тут и показывать-то нечего. Стоит бот, к которому мы приехали, который нам и говорит, что нужно поехать и купить сим-карту. Ну, заодно и посмотрим, как выглядят магазины. Едем к магазину, к ближайшему. Ну, и тут, в общем-то, смотреть тоже особо не на что. Вот опять меню магазина. Да, оно крупное. Вот я все время бомблю на то, что бывают очень мелкие надписи. Здесь они крупные. Но первое, что бросается в глаза, нет воды. Жажда и голод есть, а воды в этом магазине нет. То есть, для того, чтобы вам утолить жажду, вам нужно будет еще погонять по проекту, поискать, где продается эта вода. Но я уже видел подобную сборку, поэтому я знаю, что она продается в бургерной. Почему не добавляется вот сюда? Почему не добавляется, например, на те же заправки? Ведь такая элементарная вещь, как вода. Ну, надо за ней ездить тоже такая вот. Не знаю, как это характеризовать. Но мне кажется, глупость. Почему нельзя поставить воду, раз уж вы добавили жажду и голод, то добавьте, пожалуйста, воду во все магазины и на заправке в том числе. Ну ладно, в общем, покупаем симку. Она, видимо, автоматически устанавливается, потому что больше никакого квеста нет. Все, мы его прошли. Было всего два квеста. Изначально нас послал в мэрию, и в мэрии нам сказали купить симку. Все, на этом все заканчивается. Дальше бот говорит, что хочешь подзаработать, езжай-ка вот туда. Но на этом проекте подзаработать это бесполезная фраза, взятая просто с этой сборки. Эти боты, эта сборка, все, вот оно стоит в стоке, но здесь сразу же вам на первых шагах дается 10 миллионов. То есть о какой работе уже идет речь, да? Мы зашли сюда, и мы миллионеры. Все. То есть, ну, смотреть рабочее занятие уже не имеет смысла. Но, как вы могли заметить, у стойки я посмотрел список работ. И это редейджевский набор рабочих занятий. Я не могу сказать, что я узнаю редейджевскую сборку, но рабочие занятия взяты точно оттуда. Ну, а если обращать внимание на вот эти вот таблички, да, несмотря на то, что есть некий стиль, да, везде поддерживается вот эта вот цветовая гамма, но цветовая гамма, особенно фиолетовый, очень плохо читается. И это еще в дальнейшем мы увидим. Следующее. Вы сможете рассмотреть здесь, какой левел требуется для какой работы? Это к тому, что пишется очень и очень мелко. Сейчас я постараюсь увеличить. И возле каждого рабочего занятия есть левел. Но вы его хрен прочитаете. Без очков или какой-нибудь линзы. Я не знаю. Но зачем вот так мелко писать? Лично мне, наверное, никогда этого не понять. Я считаю, это какое-то даже неуважение к игрокам, что ли. Не у всех есть большие мониторы. Кто-то играет с ноутбука, у кого-то просто плохое зрение. А вы мельчишите какими-то мелкими-мелкими шрифтами. Для чего? Ну, задайте себе этим вопросом. Ну, ладно. Как написали, так и написали. Двигаемся дальше. Ну, а дальше у нас просто для интереса я заехал на работу электрика, чтобы убедиться, что это действительно редейшевская сборка. Хотя бы оттуда взятые рабочие занятия. Приехал сюда, я и так понимал, что я увижу то, что мы сейчас видим. Да, это действительно Галим и Редейш. Просто один в один, все то же самое. Те же точки, та же форма, все один в один. Просто здесь недалеко находится казино. По условиям этой игры, когда вы заходите на проект, вам дается пять бесплатных возможностей крутануть колесо удачи. Ну, вот туда-то мы сейчас и отправляемся. Казино находится напротив работы электрика. Вот вы это сейчас видите все. Поэтому, в общем-то, я заскочил посмотреть и показать вам, что действительно это все редейшевское. Ну, и вот то, что мне удалось выиграть. Немножко денег, каких-то два автомат. Автомат и пистолет я выиграл. Немножко денег, в общем-то, вот и все. Как я понял, здесь можно выиграть либо уникальную какую-то одежду, машину. Ну, и, в общем-то, вот все, что вы видите на этом колесе. Все, что, наверное, можно выиграть. Но, тем не менее, приятно, что дается вот такая вот возможность для каждого новичка, который заходит на проект. Все равно, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Пять попыток тоже достаточно неплохо. Хотя, то, что я выиграл, это такие семечки по сравнению с тем, что у меня и так уже есть 10 миллионов. А вот эта вот сумма в 10 миллионов как раз и есть решающая, почему я сказал, что ролик будет небольшой. И вот пока я сейчас буду здесь разглагольствовать, я буду ездить по магазинам, вы можете посмотреть, что здесь, почем и сколько стоит. Объяснять это я как-то комментировать не буду, потому что самое важное здесь именно то, что при входе вам дается огромное количество денег. И вы уже не интересуетесь ни рабочими занятиями, ни экономикой, ни как эти деньги достаются. Вы все с самого начала можете себе купить и позволить. Ну и пока вот я говорю, сейчас буду вам показывать то, что я здесь посмотрел, побегал, напокупал. В общем-то вот. Хотелось-то поговорить бы вот о другом. То, что вот я уже показывал третий проект подряд и показывал список этих проектов, где с самого начала вам дается там 300 миллионов, 10 миллионов. Ну все это зависит от экономики на определенном проекте. Но тем не менее, заходя сюда, у вас все уже практически есть. Дело за вами. Что вы будете покупать? Какую машину вы купите? Какой дом вы себе купите? Но не важно, что вы купите. Важно то, что у вас это все будет с самого начала. И добиваться ничего не надо. И вот тут вот те самые люди, которые мне пишут в комментариях, что то, что ты показываешь, это никому не интересно. Ну что самое важное на проекте, если ты зашел на роли-плей проекте, это то, какая там атмосфера, как отыгрывается роли-плей и тому подобное. В общем, такие вот мне написывают сообщения. Я уже делал видео с разъяснением по этому поводу. Так вот, пожалуйста, вам проект, где вам не надо ни фармить, вообще ничего не надо. Вы зашли, у вас все есть. Дело за вами. Вам просто надо ходить и отыгрывать свое РП. Ну там, играть какого-нибудь больного человека или еще там работника какого-нибудь. Заходите и играйте. Но, как показывает практика, на этих проектах, на которых вам сразу же отсыпается огромное количество денег, нету онлайна. Но не РПшат люди вот почему-то. Пожалуйста, вот объясните в комментариях, что ж такое-то, что ж происходит-то. То, что я показываю экономику, то, что я показываю, как созданы проекты, какие есть рабочие занятия. Вы хейтите мои видео и говорите, что это не важно. Вот есть проекты, на которых все это уже вам с самого начала дается. О чем мы здесь не играем-то тогда? Вот почему мы здесь не играем? Почему на этих проектах нету вас, вот мега-РПшников, которые бьются за то, как надо отыгрывать по Станиславскому каждую роль? Почему у вас здесь нету? Почему эти сервера не пользуются успехом? А пользуются успехом те сервера, где есть сложная экономика, где интересные рабочие занятия, которые, как бы по вашим словам, не относятся к роли плея. Заходите вот на этот проект. Здесь вам фармить не надо. Здесь вообще ничего не надо делать. Вот вам все дадут. Ходите и отыгрывайте роли плея. Но так не происходит, к сожалению. А может быть и к счастью. Поэтому я считаю, что когда я показываю проект и показываю рабочие занятия, это достаточно важно. Это база, на которой будет играться роли плея. Это база, на которой человек зайдет, если ему это интересно, он вяжется в это, во все. И будет прокачивать своего персонажа, и будет параллельно отыгрывать РП. А когда это все у вас с самого начала есть, вот практика показывает, что неинтересно это людям. Ну и вот, пока я тут разглагольствовал на тему, что важно на роли плей-проекте, а что нет. Нужен ли фарм или не нужен фарм. В общем-то, о противоречиях игроков я бы, наверное, так обозначил бы эту тему. Вы могли посмотреть, какие цены и какие вообще машинки здесь есть. Показывать все машины, конечно же, не буду. Здесь есть автосалон Gold, автосалон Silver, автосалон, который я сейчас показывал, это вообще по VIP. Ну, какие VIP здесь есть, вы сейчас видите на экране, что здесь связано с донатом. Ну и еще одна тема. Здесь нету на карте домов, которые можно пойти купить. Ну, в смысле, дома-то, которые купить можно, они есть. Но здесь все сделано через некий центр. Заходим туда, вот этот центр. Выполнено опять все, ну, отвратительно, вот это меню. Но фиолетовые цвета я не знаю, кому пришло в голову выполнять вот в такой вот раскраске менюшки. Но не читаются они в фиолетовом цвете. Да и вообще, фиолетовый цвет это такой, я бы сказал, наверное, цвет на любителя. Причем такого на крайнего любителя. Мало кому нравятся фиолетовые цветы, но и он читается очень плохо. Ну, вот такой вот есть здесь центр по недвижимости. Но все, что вы можете увидеть в этом центре по недвижимости, это то, где расположен дом и сколько у него слотов там в гараже и тому подобное. Купить его сразу же здесь невозможно почему-то, вот не знаю. Было бы, наверное, проще, если бы еще добавили одну кнопку сразу же его купить. Но здесь вы можете найти какой-то дом, вам до него проложится маршрут. В общем-то, вот и все, что выполняет это здание, этот центр. Далее мы уже едем сами смотреть на этот дом. То, что мне предложило это агентство, я отказался, потому что было написано ранчо. Я приехал, там стоит сарай. Посему я поехал сам искать себе дом. Они на карте не обозначены, но я уже знаю, где примерно стоят дома, которые я бы, например, хотел купить. Я купил тот же самый дом, что и на прошлом проекте я показывал. Вот такой вот домик. Я его вообще купил для того, чтобы посмотреть. На прошлом проекте я показывал, что интерьеры внутри были пустые. И у вас была возможность расставлять там мебель так, как вы хотите. Вот в видеозаставочке вы сейчас это видите на телевизоре, как это выглядело на том проекте. Здесь же, к сожалению, интерьеры стандартные. И все, что вы можете купить, это шкаф для оружия, шкаф для вещей и шкаф для каких-то еще там прибамбасов, я не знаю. Ну, три вещи, в общем, можно купить и поставить. Это опять-таки и телефон, и вот эта механика, это все взято с редейджа, с редейджовской сборки. Поэтому, ну, я бы назвал эти дома и атмосферу, то, что происходит внутри дома, достаточно скучным и заезженным. Гораздо интереснее, когда интерьеры свеженькие, новенькие, да еще и вы можете там что-то ставить. Ну, как вот я сейчас показывал по телевизору. Но здесь же, к сожалению, этого нет. Поэтому вот, даже этого, ну, как бы здесь не показать. Ну, а больше, как я сказал в самом начале, рассказывать нечего. Поэтому ролик достаточно короткий. Вот такие вот есть проекты, их много, я уже показывал неоднократно. И, наверное, еще покажу несколько таких проектов, где вы заходите и на вас сыпется гора денег. От вас только ваша игра, от вас роли-плей. Так что, друзья, которые пишут мне, что показываешь всякую хрень, вот есть проекты, где я не буду вам показывать никакую хрень. Заходите и отыгрывайте свои роли. Выбирайте любую роль. Вам не надо фармить, вам вообще не надо напрягаться. Все, что от вас требуется, зайти на этот проект и показать, как вы хорошо играете роли-плей. Заходите и играйте. Вот такое вот у меня, в общем-то, получилось видео и обзор вот этого проекта, который называется Wizard. И открылся он абсолютно недавно, 21-го числа этого месяца. Наверное, на этом я и буду заканчивать. Спасибо всем, кто посмотрел. Спасибо всем, кто заглянул на мой канал. Играйте, получайте удовольствие, отыгрывайте свое РП. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok